Друзья, а вы знаете, какая самая главная причина социальной тревожности и социофобия? Кто-то из вас задумался об этом? Я периодично задаю этот вопрос в нашем телеграм-чате и отвечаю на него неправильно. Иногда я обсуждаю эти вопросы со своими учениками, и ученики тоже отвечают на этот вопрос. Неправильно. А я думаю, ну конечно же, есть у нас специалисты, психологи, психотерапевты, которые точно знают ответ на этот вопрос. Даже Всемирная организация здравоохранения, они тоже про социофобию написали. И я туда зашел, ну не в буквальном смысле слова зашел в эту организацию, но я послушал, посмотрел, почитал все, и ответ неправильный. Есть, конечно, люди, которые говорят правильно, конечно, причина, самая главная причина социофобия. Ну или будем считать причина, которая на поверхности и которая очевидна, и именно с этим нужно работать. Есть еще глубинные причины, но вот это самое главное. И я хочу поделиться с вами этой причиной. А перед тем, как я поделюсь этой причиной, да, самая главная причина, почему вот эта социофобия, да, как она проявляется, я бы хотел, чтобы вы подписались на мой канал, потому что если вы подпишитесь на мой канал, это мотивирует еще больше снимать классного контента. Мне хочется снимать, я прям зажигаюсь, потому что я вижу, что вы подписываетесь на мой канал. Если вы пишете комментарии под видео, может быть, вы делитесь своими мыслями, может быть, вы поддерживаете меня, говорите, Дима, давай, у тебя получится, мы верим в тебя. Это тоже меня зажигает, ребят. Если вы ставите лайк, это тоже зажигает меня. Поэтому, пожалуйста, лайк, подписка и комментарий. А я сейчас расскажу о самой главной причине социофобии. И эта причина искаженное мышление, которое затренировано видеть в других людей агрессию по отношению к тому, кто болен социофобии. И все такие, что он сказал? Давайте еще раз. Искаженное мышление означает, это то, чего нет на самом деле. Это иллюзия. Это раз. Второе. Эта иллюзия показывает человеку социофобу. Эта иллюзия показывает, что люди агрессивны. Это два. Три. Что эти люди не просто агрессивны. Нет, нет, они агрессивны к этому человеку. Может быть, они с другими менее агрессивны. Но вот к этому человеку, у которого есть социофобия, они агрессивны. Сто процентов. И последнее. Затренированное мышление означает, что мозг воспроизводит это самостоятельно, уже без вашего участия. Это картинка, которая крутится постоянно-постоянно-постоянно. Это пластинка, которая крутится безостановочно. И вы никак на это не можете повлиять. Ну, конечно же, можете с помощью разных техник, психотехнологий, подходов, например, записаться ко мне. Может быть, пройти у какого-то другого специалиста. Но неважно. Суть одна, что мозг это делает автоматически. Понимаете? Как понять, что мозг это делает автоматически? Очень хороший эксперимент. Попробуйте. Просто сесть и сказать, поставить таймер 10 минут. Все, нажали 10 минут. И говорите, сейчас я на протяжении 10 минут, это мое решение, лично мое решение, больше ничего. Я буду 10 минут ни о чем не думать. Я буду сосредоточен полностью на своем дыхании. Буду только наблюдать, как я дышу. Я же чувствую, как я дышу. Вот 10 минут или я буду смотреть на вот этот шарик. 10 минут. Только на него буду смотреть. И все там мысли, если что-то придет, то я сразу же переключаю внимание на этот шарик. Потому что я думаю о шарике. Я буду 10 минут думать только о шарике. Это мое решение. Мое. Все, 10 минут пошло. Я смотрю на шарик и у меня приходит первая же мысль. Как так? Почему мне приходит мысль, если я сказал и принял решение, что я буду смотреть на шарик или наблюдать за своим дыханием? А знаете почему? Потому что мозг думает в автоматическом режиме без вашего участия. Вы можете направлять ум ваши мысли куда-то. Вы можете направлять. Вы можете направлять свое внимание. Вы можете делать выбор. Но мозг думает мысли сам. И если в вашей жизни в прошлом было очень много агрессии, либо вы наблюдали за этой агрессией, то есть в вашей жизни это было достаточно, мозг это начинает записывать, затренировать, затренировать, записывать. Он потом вам начинает говорить не высовывайся, потому что ты жил в агрессивной среде. Это там агрессия. Люди агрессивны. Продолжает, продолжает записывать и в какой-то момент вам уже ничего не нужно делать. Мозг все сделает за вас. Вы просто идете по улице и везде видите агрессию. Может быть не везде, но периодично. У вас везде проявляется агрессия, потому что мозг затренировался. Это автоматическая реакция ума. И это иллюзия. И вот самое главное для социофоба тяжело. Тяжело понять, что это иллюзия. Он думает, что это реальность. Вот в этом моя задача, чтобы у человека это ушло. Чтобы он понял, что это иллюзия. Что этого не существует. Что люди бывают разные. Бывают агрессивные, но их не так много. Бывают нейтральные, которые вообще ни о чем не думают о таком плохом или хорошем. Просто какие-то мысли у них тоже крутятся. И бывают люди позитивные. Но мозг социофоба в первую очередь заточен, закручен только на негативные мысли. Негативные мысли по теме агрессия со стороны других людей. Все люди агрессивны. Вот это самая главная причина. Именно с этой причиной нужно работать. Нужно убрать затренированность мозга. Убрать. Нужно убрать эти нейронные связи, которые создались когда-то в прошлом. Когда вы были свидетелем того, что люди были агрессивны по отношению к кому-то. Или может быть люди издевались над вами. И вы там выживали. Я вас очень хорошо понимаю. Я сам через это прошел. Но сейчас вы можете с этим справиться. Потому что вы знаете самую главную причину. Что это нейронные связи. Что мозг автоматически все это делает. И все это можно перепрограммировать. Можно выключить эту нейронную связь. И создать другую нейронную связь. Смотрите мой канал. Там тоже много полезной информации. Записывайтесь ко мне на практику. По теме опять же социальной тревожности. Ну либо находите специалиста и решайте этот вопрос. Решайте. И все у вас будет хорошо. И на сегодня все, ребят. Пока-пока. Я хочу, чтобы у вас больше не было никакой социальной тревожности, какой-то фобии. Я хочу, чтобы у вас было как минимум 10 миллионов долларов. Хорошее настроение. И что-нибудь еще можете себе пожелать. А я души захочу, чтобы у вас это исполнилось. Ну, пока-пока. Я считаю, что социофобия это тоже такой маленький шаг, который человек должен пройти. То есть он не должен держаться за эту социофобию. Моя прелесть. Нет, он должен понять, что это нужно отпустить. И отпустить и жить жизнью более насыщенной. Потому что социофобия она держит. Держит. И не отпускает. А вот если ее отпустить самому, то жизнь начинает совсем по-другому. Какими-то яркими красками заигрывать. Поэтому лучше не кичиться и говорить. О, как классно, да, что у меня есть социофобия. Я такой весь больной. Да, давайте мне платите пенсию за то, что я социофоб. Да, там, инвалидность платите. Но это неправильно. Я думаю, что нужно наоборот говорить всем, что я свободен. И все у меня хорошо. Пойдемте погуляем, ребят.